В нашем городе люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в культурных мероприятиях и спортивных состязаниях. Действуя наперекор своим болезням, они живут без скидок на трудности, показывая пример настоящего оптимизма. Мы расскажем об одной из них – Надежде Головко. В квартире, где живет Надежда со своим мужем, стены украшают замечательные вышитые картины, созданные героиней нашего репортажа. На столе мы увидели ее многочисленные медали за призовые места в спортивных соревнованиях. Путь к этим победам был непростым. Мы побывали в спорткомплексе «Лидер» на тренировке, где Надежда Головко вместе со своими друзьями бросала мяч в баскетбольное кольцо, занималась настольным теннисом. К спорту она приобщилась давно и не жалеет. Я вступила в общество инвалидов. И мне сказали, чем ты увлекаешься. Я говорю, дартсом, вышивкой. А вот хочешь поехать на соревнования. Я поехала, и я выиграла первое место по дартсу. Конечно, было радостно, очень приятно. Самое важное – это ощущение победы, преодоления себя. Бадминтон, пауэрлифтинг и, наконец, самое любимое сейчас – плавание – вот далеко не полный перечень видов спорта, которым она отдает предпочтение. Здесь вот уже три года я занимаюсь плаванием, приношу золото. Ну, не всегда, конечно, но приношу. В том году была дистанция 200 метров на открытой воде. Я заняла первое место, чему я очень горжусь. Я люблю море. Занятия спортом стали для нее насущной необходимостью. Если по причине недомогания пропустит их, то чувствует, как будто в жизни остро не хватает чего-то очень необходимого. Спорт – это хорошо. Спорт, во-вторых, это много друзей, это общение. Мы ездим на рыбалку, нас вывозят в спорткомитет, на соревнованиях мы ездим, где много у меня очень друзей. А вообще спорт – это очень хорошее. Это жизнь, здоровье и успех. Другое увлечение Надежды – изготовление картин. Она использует технику вышивки ирисом. Пробовала и другие нитки, но ирис больше всех пришелся ей по душе. Этому делу она посвящает все свое свободное время. У меня уже муж просыпается, ты не ложилась? Я говорю, нет, я добиваю уже до конца. Конечно, когда я уже ее довышила, я ее постирала в специальном растворе, высушила. И особенно, когда уже картина, она уже в багете, конечно, она уже смотрится по-другому. Это сразу очень красиво. Она делает картины разного размера, работает с бисером, пробует вышивать лентами. Словом, не останавливается на достигнутом. Я и бисером вышиваю, но сейчас изучаю лентами, но немножко тяжеловато для меня. А вообще у меня работы алмазная вышивка. Это вот сейчас у меня новинка. Я вот тоже, мне очень понравилось делать. Ну вот будет выставка в октябре, я выставлю алмазную вышивку. Ее работы получили высокую оценку на выставке «Мы есть у тебя Россия». За талантливо выполненные картины ей было присуждено первое место. Ограниченные возможности здоровья не стали для надежды непреодолимым препятствием для многоцветной, полнокровной жизни. Она подает всем прекрасный пример стойкости духа и стремления к победе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».